На протяжении уже 8 дней в Казанском федеральном университете работает приемная комиссия. Институты подготовили специалистов приемной комиссии, которые рассказывают абитуриентам о существующих направлениях, а также помогают правильно заполнить необходимые документы для поступления. Казанский федеральный университет является классическим вузом. Мы всегда развиваем наши программы обучения, и даже не в рамках открытия новых направлений, мы модернизируем программы обучения и прием на новые программы обучения. Ежегодно в Казанском федеральном университете открываются новые образовательные программы. Например, в этом году появилось направление архитектуры в Институте дизайна и пространственных искусств, также новое направление биотехнологий в Институте экологии и природопользования. В Институте информационных технологий и интеллектуальных систем появилась возможность пройти обучение на английском языке. На сегодняшний день в наш институт, Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, подано уже порядка двух тысяч заявлений. Это и иностранных студентов, и наших россиян. Что можно сказать про самопопулярные направления? Естественно, реклама и связи с общественностью одно из самых популярных направлений. Это также телевидение, журналистика. Большой популярностью пользуется и политология. На сегодняшний день мы имеем открытое новое направление. Это организация работы с молодежью, где есть 15 бюджетных мест. Это такое секретное направление, на которое мы также агитируем ребят. В этом году в Казанском университете около 7 тысяч бюджетных мест на разные ступени высшего образования. Бакалавриат, специалитет и магистратура. Распределяются бюджетные места, исходя из контрольных цифр приема. Для поступления в КФУ по результатам единого государственного экзамена необходимо подать документы до 25 июля. Если абитуриент планирует параллельно сдавать внутренний экзамен, то заявление необходимо подать до 15 июля. Что касается оригинала документа, то его можно подать до 3 августа включительно. Абитуриенты должны новшества оценить уже в процессе обучения. Абитуриент может подать документы помимо очного приема, посещения очного пространства, через систему «Буду студентом», это система вуза и через портал государственных услуг. Я выбрал институт КФУ, поступаю на направление юриспруденции, посмотрим дальше как будет. Я подаю документы на экономику. Я решила поступать в КФУ, институт управления экономики и финансов, на государственное муниципальное управление, на финансы и кредиты, что-то такое. Я рассматриваю творческие направления, архитектуру, дизайн, а также юриспруденцию. Продолжается прием и в магистратуру. В мае прошла первая волна вступительных испытаний. Вторая волна приходится на конец июля. Для поступления в магистратуру оригинал диплома не требуется. Главное – успеть предоставить оригинал диплома до окончания срока приема документов. Абитуриенты могут подать документы, выбрать направление, сдать экзамены и уже участвовать в конкурсе на бюджет направлений в августе. Экзамены будут начинаться раньше, то есть конечная дата подачи заявлений у нас 8 августа, но до этого серия вступительных испытаний начинается уже в июле. Для того, чтобы процесс поступления прошел комфортно, абитуриентам необходимо ознакомиться с планом приема, который можно найти на сайте приемной комиссии. Также все вопросы можно задать по телефону плюс 7 800 234 92 75. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюс.